Современные шноркели, входящие в состав наших комплектов, это композитные гибкие воздуховоды серии Pro XO63R, технические характеристики которых оставляют далеко позади старую канализацию. Сравнивать их просто не имеет никакого смысла, и поэтому в этом ролике мы коснемся основных преимуществ воздуховодов в современных шноркели Atom. В любом комплекте из нашего ассортимента есть гибкие воздуховоды, длина которых зависит от компоновки вариатора и особенностей конструкции того или иного квадроцикла. В 2011 году разработав систему шноркелей на базе пластины с патрубками, которая была запатентована нашей компанией, мы применили обычные доступные воздуховоды серии ПВХ, которые на тот момент можно было недорого купить на любом рынке. Однако опыт короткой эксплуатации показал, что агрессивная среда, нагрев и постоянный перепад температур превращают этот материал в подобие трухи, которая с трудом выдерживает 4-5 месяцев эксплуатации. В поисках достойных материалов для шноркелей мы проводили много различных тестов, в результате которых выбрали для себя самый подходящий воздуховод серии ПРО ИКСО. Не совсем тонкий, но и не толстый воздуховод, сделанный из композитного материала, армирован стальной или медной спиралью. Его толщина 0,5 мм. Это очень гибкий, легкий, устойчивый к многократным перегибам воздуховод, который имеет малый радиус изгиба и устойчив к работе в агрессивной среде. То есть масло, бензин, болотная жижа ему ни по чем. Также этот воздуховод имеет высокую прочность на разрыв и растяжение. Он морозоустойчив и работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 120 градусов. От слов перейдем к практике. Продолжая тестировать прочные воздуховоды, мы наметили несколько тестов, которые были обусловлены тем, что на рынке в 2020 году появилась новая модель, называется она PRO XO65TR. Параллельно в 2020 году появилась новая серия термооплетки COBRA, одну из которых мы с удовольствием протестировали, прежде чем взять ее на вооружение. Первым делом решили провести традиционный жесткий тест на прочность с четырехгранным напильником. Сурова, но такова правда жизни. На бездорожье могут быть разные ситуации. Обычно мы пытаемся пробить воздуховоды каким-либо инструментом, в этот раз решили взять напильник, который в разы опаснее любой ветки. Видно, что проколоть воздуховоды в принципе можно, но для этого надо приложить серьезные усилия. Из тестируемых моделей воздуховод PRO XO65TR действительно оказался лучше других моделей и в этом видимо ему помогает армирование более упругой спиралью. Воздуховод на ощупь более пружинистый и скорее всего это позволяет ему вытягиваться при сильных нагрузках или ударах. Для защиты воздуховодов мы рекомендуем использовать термооплетку COBRA. В новом сезоне будем испытывать новую модель диаметром 95 миллиметров, которую мы тоже решили протестировать. В нашем новом тесте мы будем использовать мачете. Как видно, несколько мощных ударов не повредили ни один из тестируемых образцов, а вот распилить воздуховоды удалось без исключения. После защиты воздуховода термооплеткой COBRA распилить воздуховод оказалось сложнее, но все же возможно. Чтобы добраться до воздуховода, надо несколько раз пройтись по поверхности COBRA и только тогда покажется сам воздуховод. Продолжая использовать напильник, наносим несколько серьезных ударов по поверхности защищенного воздуховода. Никаких нарушений, даже намека нет на повреждения. Воздуховод гнется, но не пробивается, даже если приложить максимум усилий. Следующий тест на станке GRINDER. Кольцевая лента, двигающаяся с большой скоростью, будет имитировать процесс перетирания. Как видно, с первых секунд мы наблюдаем искрение. Это значит, что лента мгновенно достала до спирали, а значит, имеется нарушение оболочки. В случае с термооплеткой COBRA время, когда лента заденет спираль, значительно увеличилось, а если не усердствовать, то термооплетка хорошо защищает воздуховод в течение длительного времени. Пришло время проверить диаметр воздуховода, ведь обозначение 65 по идее говорит об увеличении внутреннего диаметра. Стандартный алюминиевый переходник отлично обжимается спиралью и плотно удерживается за счет витков. Также плотно воздуховод удерживается на стандартных патрубках шноркелей. Диаметр увеличился, но существенного влияния на соединение патрубков с воздуховодом не оказал. В итоге хочется сказать, что жесткие тесты, которые мы провели, лишний раз показывают, что на бездорожье защита воздуховодов с помощью термооплетки COBRA вынужденный вариант. Несмотря на то, что воздуховоды сами по себе прочны и эластичны, защищать их надо, дабы забыть про проблемы вдалеке от дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова